Дорогие участники, здравствуйте. Я хотел бы сразу начать с мощного аккорда, чтобы у всех сложилось рабочее настроение, одновременно ответственное настроение, и передать слово ректору университета МГИМО, академику Анатолию Васильевичу Туркнову. Добрый день, дорогие друзья. Я, прежде всего, хотел вас поприветствовать, рад видеть в стенах нашего университета. Но, знаете, меня сегодня попросили сказать несколько слов, коллеги, в том числе для того, чтобы объяснить, почему именно мы занимаемся такой, ну, своеобразной, я бы сказал, и, на мой взгляд, очень инновационной программой. Почему именно МГИМО занимается, и почему университет вдруг решил заниматься школами. Но я вам должен сказать, что вообще традиционно уже много лет мы очень серьезно работаем со средним образованием по самым разным направлениям. Но, прежде всего, имея в виду наши программы иностранных языков, вообще редких иностранных языков, должен сказать, что по некоторым из них мы являемся и авторами ЕГЭ. Прошу не бросать меня сейчас к камню, потому что я знаю, что все к ЕГЭ относятся без большой любови. Но, тем не менее, положим, ЕГЭ по китайскому языку, который недавно появился, это результат работы наших профессоров, преподавателей. Естественно, мы принимали участие и в подготовке ЕГЭ по другим языкам, в частности по французскому, испанскому. Мы уже на протяжении почти 20 лет реализуем очень, на мой взгляд, интересную программу курсов редких языков двухлетних по многим языкам. Прежде всего, конечно, азиатским языкам, но там присутствовали трудные, редкие языки, такие как венгерский, финский. И эта программа дает позитивный результат нам, прежде всего, поскольку мы набираем в университет эти языки, таких мотивированных и хорошо подготовленных ребят, которые в состоянии потом, сразу же после окончания университета, эффективно работать на самых разных направлениях, не только на дипломатическом, но и на бизнес-направлениях, на политической работе, общественной работе. Кроме того, мы реализуем уже много лет программы взаимодействия с школами, и теперь не только московскими. Наши классы существуют и в Ставрополье, существуют в Краснодаре. Мы планируем открыть наши классы в Туле. Очень большую работу мы ведем через наш филиал в Ташкенте. У нас есть в Ташкенте ведущий гимназии, лицеи Узбекистана наш класс. И мы принимаем, уже в прошлом году приняли большую группу ребят из Ташкента в наш филиал, в Одинцово, но не только в филиалы, сюда тоже. И в этом году готовится большая группа. Короче говоря, работа со школами для нас это очень важное направление. Я уже не говорю о том, что наши преподаватели, профессора являются авторами многих учебников для средней школы. Я не знаю, обращали ли вы внимание на то, что, положим, дети с 6 по 10 класс учатся по учебникам истории России, которые редактировал я. Этот учебник, он самый востребный в Москве, во всяком случае, но вообще в целом по стране. Если говорить о выборе школ, они выбирали из трех линейок учебников. Но вот Москва главным образом выбрала учебник под моей редакцией, который вышел в просвещение несколько лет тому назад. Сейчас вот выйдет его обновленная версия, дополненная, скорректированная. Когда я говорю корректированная, не значит, чтобы оценки какие-то изменили. Я имею в виду, что что-то добавили дополнительно, в том числе с пожеланием, прежде всего, учительской общественности, да и родителей, которые обратили внимание на некоторые моменты, которые посчитали необходимую честь в новой версии этого учебника. Вот он в этом году, в 21-м году, появится в этой новой версии, также в издательстве просвещения. Но все-таки главным, мне кажется, побудительным мотивом для нас стало то, что мы открыли в Одинцово наш лицей. Горчаковский лицей для 8-11 классов. И стали очень подробно и глубоко уже работать как с учениками, так и с родителями. Вот Роман Ильич, который возглавляет этот лицей, человек очень опытный, давно занимающийся вопросами среднего образования, подтвердит, что работая в лицее с учениками и с родителями, мы для себя тоже открыли много очень новых моментов, которые, на наш взгляд, и послужили причиной, даже не поводом, а причиной для того, чтобы открыть вот эту программу, которую мы уже реализуем. Это второй набор у нас, да? Вторым набором, поскольку понимаем, что сам процесс образования, воспитания, это, конечно, улица с многосторонним движением. Это и ученик, учитель, наставник. Но если в этом процессе активно вместе с учителями, учениками участвуют родители, то это совершенно другой эффект. А родителям иногда, мы сами родители, но я уже даже вторичный родитель, дедушка двух внуков, которыми мы очень активно занимаемся с женой, когда нам дают этих детей под ответственность. И очень важно, мы понимаем, что какие-то навыки, какие-то вещи, о которых мы не думали, когда были юными родителями, а может быть и надо было подумать, и тогда никто этому не учел, они очень важны. Потому что поколение Z, как его называют сегодня, это вообще очень своеобразное поколение детей, которое довольно серьезно отличается вообще даже от поколения детей, сидящих молодых, красивых женщин. Потому что это время IT-технологии, это время, когда дети включены в эту систему связей социальных, которые реализуются через телефоны, iPad, компьютеры, и где, к сожалению, далеко не всегда они встречаются с добротой, любовью, благородством. И более того, мы же с вами хорошо знаем, что они стали много меньше читать. Вот вы знаете, у нас есть программа «Умницы-умники», я ее открыл 30 лет тому назад. Да, я был еще первым проректором юным университета. И тогда вот мы с Юрием Павловичем Симоновым, он же Вяземский, открыли эту программу на Первом канале. Она вообще уже рекорды побила, ну, не побив, конечно, рекорд КВН, моего друга Маслякова, но, тем не менее, приблизившись к такого рода рекорду. И я вижу просто, как меняются ребята. Я там дважды, как правило, присутствую на этих играх и часто очень спрашиваю, но иногда это видно на экране, иногда это не показываю. И когда обсуждается, стали иная тема, связанная с литературным произведением, спрашиваю детей, вы читали это произведение? Это хорошие дети, отличники, они все почти с медалями заканчивают школу. Но, вы знаете, вот была какая-то игра, связанная и со знанием географии, литературы, и был вопрос с Пятигорском, связанный с 12 студиями Ильфа и Петрова. Что, как говорил Воробьянинов, на каких языках он просил поесть. Они, кстати, сказали, на языках сказали. Журман Шпасси жил по-немецки. Но, когда я попросил поднять руки тех, кто прочитал этот роман Ильфа и Петрова, в зале подняли 5 или 6 человек только из 50. Меня это вообще потрясло, потому что в нашем возрасте, в таком же, практически не было ребят в классе, хотя я учился не в какой-то элитной школе, а учился в школе в пролетарском районе, в 510-х. Естественно, все это произведение читали. Я это говорю о том, что мы видим, что дети стали меньше читать. Даже к школьной программе такое отношение. Я смотрю, они иногда пытаются, так сказать, изложение того или иного произведения в iPad найти. И это, конечно, тоже заставляет нас думать о том, как мы, родители и вторичные родители, первичные родители, можем повлиять на и образование детей, и на их восприятие внешнего мира, и отношение друг к другу. Ведь здесь тоже очень важна коммуникация. Но вы обращаете внимание, наверное, уверен, что когда собираетесь с семьями, где есть дети, особенно в застолье, когда сидят дети, так они часто не между собой общаются, а в телефоны упираются свои, занимаются телефонами, а не разговорами между собой. Это тоже, как говорится, такой феномен новой поколения Z. Но я не буду давать вам характеристики. Сейчас много пишут о поколении Z. Вообще наши и психологи, и педагоги. И, конечно, с чем-то соглашаясь в их утверждениях, я бы со многим хотел не согласиться. Потому что все-таки от нас очень тоже много и зависит с тем, чтобы ситуация складывалась не так, как предсказывают некоторые фатурологи, неблагополучно. Мы не должны потерять связь с этим поколением, мы должны оказывать воздействие на его возрастление, на его образование. И образование, конечно, не только в высшем учебном заведении. Все-таки высшие учебные заведения – это уже вершки. И, конечно, университет заинтересован в том, чтобы в него пришли ребята подготовленные, мотивированные, заинтересованные. Ну и, если и не образованные, но хотя бы знающие. Потому что, конечно, ВУЗ дает образование, но когда приходят невежественные ребята, вы знаете, еще беда же в том сегодня заключается. Но я думаю, вы-то лучше, чем я это понимаете. Поскольку ВУЗ надо представить там 3 ЕГЭ по предметам, то зачастую дети для родителей, согласия родителей, бросают учить все остальное. И бьются только за эти 3 ЕГЭ. И получается так, что, положим, те, кто поступил на экономический путь, это имеет весьма слабое представление об истории. Ну и так далее. Кстати говоря, и гуманитарии, которые сегодня, конечно, должны знать математику. Математика сегодня с учетом цифровизации и того, что математика все больше и больше присутствует и в наших гуманитарных знаниях, и в гуманитарном образовании, необходимо. И вообще, я считаю, что математика, русский, история и иностранный язык – это основа идентичности человека и, так сказать, база для его образования всю жизнь. Но иногда мы с вами не до конца понимаем, что не надо, так сказать, стремиться детей освободить, облегчить им жизнь. И какие-то обязательные вещи должны в жизни каждого ребенка присутствовать, несмотря на то, куда он нацелился в своей жизни дальше идти. Так что я думаю, что такого рода программа будет полезна, тем более, что участвовать в ней будут знаменитые педагоги, которые сегодня работают у нас в Одинцовском, в лицее, фамилии такие известные, и Пинская, и Язвенная. Они будут, как я понимаю, завтра с вами встречаться. Так что я вам желаю успехов, желаю, чтобы эта программа вам понравилась. Ну, а мы будем и дальше этот сюжет родительский развивать в рамках наших программ по школьному образованию и университетскому образованию. Спасибо большое. Спасибо, Анатолий Васильевич. Коллеги, у нас сейчас, вы видите, в программе некоторую часть организационно-приветственных выступлений. Сейчас бы я хотел эту содержательную часть после выступления ректора открыть, сказать вам, что у нас сегодня день очень важный, потому что мы с утра вспоминали о том, что первый поток программы первых наших студентов мы набирали в эти же дни год назад. И должен вам сказать, если мы сейчас вместе вспомним, что это была совсем другая жизнь. И мы вот буквально аккурат перед 8 марта, по-моему, собирались, или сейчас меня поправят коллеги, или после 8 марта, но где-то вот все равно в этих же пределах. Я очень хорошо помню, как мы с Анжеликой Маликовной, с директором бизнес-школы МГИМО, дипломы, которые вы все получите, если сдадите выпускные, говорили о том, что мы не уверены, что мы вообще сможем собраться очно, потому что всех закрывают, все закрывают, и больше, значит, вот таких очных встреч в ближайшее время не будет. Это было абсолютно непонятно, вот просто в самой терминологии, что значит всех закрывают, и больше очных встреч не будет. А слово Zoom, это было что-то, в принципе, как Марс для начала. И никто не понимал, как, в принципе, все это будет функционировать. И вот дальше, в течение всего этого года, мы работали с нашими студентами, с вашими коллегами, с вашими собратьями, наверное, потому что все мы в определенной роли родители. Мы работали в Zoom, мы работали в онлайне, мы собирались очно, но все-таки это было совсем по-другому. И вот это все начиналось год назад, поэтому сейчас возможность пообщаться с вами и открыть эту программу для меня, в том числе возможность осознать, что вот прошел такой тяжелый и совершенно неожиданный ковидный год. Для нашей программы и для каждого, я считаю, родителя, кто учит своего ребенка без очной школы или с таким небольшим привлечением очной школы, важна эта мысль тем, что для нас с вами, как мне кажется, схлопнулся горизонт. То есть вот мы, когда думали про заочную школу, когда ее создавали, когда появлялись первые родители, кто не отводит своих детей каждый день в школу, мы думали, что вот это такой вот у нас был горизонт планирования, там 5, 7, 8 лет. И для абсолютного большинства мы, как родители, которые не водят своих детей в школу, были, ну, скажем, нейтрально некоторым меньшинством, малоизвестным сообществом родителей, которые живут по-другому, альтернативными родителями. И вот вдруг из-за этой тяжелой истории с ковидом этот наш длинный 7, 8, 9-летний горизонт схлопнулся, и мы стали самыми востребованными родителями, даже не в стране, а в мире. Вдруг оказалось, что все родители не ведут своих детей в школу больше, и с этим надо как-то жить. И вот эта история, кажется, останется с нами навсегда, потому что вот так быстро из-за альтернативных родителей мы все стали главными родителями. И вначале мы, это уже к слову, вначале мы все как бы на этой волне позитивно двигались, а потом уже вот сейчас вот к концу, наверное, учебного, нет, наверное, где-то осенью, уже все это развилось в целые, не побоюсь, наверное, даже слова, лагеря родителей, которые у нас разделились на тех, кто считает, что детям не надо ходить в школу, а другой лагерь, который говорит, что обязательно надо ходить в школу. И вот эта полярность, и вот эти дискуссии, которые у нас идут, например, в наших очных школах, это прям вот такой отличительный момент жизни. Поэтому мы открываем второй поток, мы сегодня встречаемся с вами совершенно вот в других условиях. И мне кажется, что и выступление Анатолия Васильевича в этом смысле симптоматично, потому что, конечно, ощущается, что жизнь изменилась. Поэтому вы в моем представлении проводники этой новой жизни, потому что по-другому уже не будет. И я завтра выступаю в Рыбаков фонде, который целую конференцию проводит на тему, как я не пошел в школу, а теперь мне понравилось, как жить дальше. И завтра мы над темой будем разговаривать, будем делиться своими впечатлениями. В общем, такая большая история, в которой вы становитесь практически центральным звеном, с чем я вас поздравляю. Это добавляет ответственности, конечно, но и, надеюсь, всем нам добавляет чувство уверенности и осмысленности того, что мы делаем. Я хочу вам, наверное, очень кратко все-таки представить, потому что в одиночку не очень уютно себя ощущаю. Я еще раз для уверенности хочу ключевых людей вам представить, с которыми вы будете работать, чтобы еще раз мы все вместе тут постояли перед вами. У вас эта картинка сложилась. Анжелика Маликова-Мерзоева, директор бизнес-школы университета, где вы будете работать с педагогами школы. Вы будете работать. Анжелика сейчас еще, я надеюсь, скажет тоже несколько приветственных слов. Елена Петровна Котова, моя супруга-сооснователь программы, тоже мы сейчас еще поговорим. А можно все-таки у вас подойти, чтобы мы все вместе? И вот тут есть замечательные фотографии, чтобы была такая общая фотография. Елена Викторовна, апостол-директор школы нашей Пенаты, строгая женщина, которая будет следить за трудовой дисциплиной. Я как бы по функционалу сразу иду, чтобы было понятно, кто с чем будет заниматься. И непосредственные участники наши. Я сейчас не всех поднимаю, иначе мы тут станем длинным рядом. Я бы хотел Веронику Сергееву попросить к нам подойти. Вероника Сергеева занимается академической программой, является академическим директором. Они вместе с Анжеликой Маликовой много времени проводят для того, чтобы к вам вышли реально хорошие, качественные, интересные педагоги, которые могут быть значимыми для вас людьми и сформировать в том числе изменения в вашей образовательной повестке, которую вы несете детям. А Валентину Беломестову хочу попросить, чтобы вы еще раз посмотрели на нас. Человек, который занимается всей управленческой работой, связанной с программой. Мы все понимаем, что люди непростые, вы очень непростые люди. Мы прекрасно понимаем, потому что у нас много тысяч заочных детей. И мы знаем, что родители этих детей непростые люди, потому что так получается, что ж тут поделать. И Валентина все это как-то будет утрамбовывать, обволакивать, заставлять двигаться вперед, готовить документы, которые потом Элена Викторовна, может быть, будет утверждать или не утверждать. И Арина Столлирова хочу вам представить. Валентина с нами в этой программе в сложной такой развивающей функции. Арина поддерживает традиционно все вещи, связанные с развитием персонала. Внутри программы с поддержкой учителей. Такой наш добрый адвокат. Профсоюз наш. За что мы ей тоже очень благодарны. Вот сейчас перед вами ключевые люди. Я попрошу всех нас, наверное, запомнить, потому что если у вас будут вопросы, которые есть по программе, то это точно эти вопросы попадут к одному из присутствующих. Вот сейчас перед вами людей. Прошу любить и жаловать. Спасибо. Я передаю слово Анжелике Маленьковне. Некоторых приветственных слов. Спасибо большое, Роман Игоревич. Добрый день, дорогие друзья, дорогие родители и дорогие наши слушатели. Слушатели МГИМО, чуть-чуть скорректирую, вы получите диплом не просто бизнес-школы, вы получите диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации МГИМО-университета. Я вас всех приветствую на этой программе. Для вас действительно работает замечательная команда как администраторов, тьютеров, кураторов, научных руководителей программы, соавторов программы, так и преподавателей, экспертов, а их будет очень много за эти несколько месяцев. Вам предстоит серьезная работа, которую вы пройдете вместе с нами, со всей командой. Я вам искренне, с одной стороны, завидую, с другой стороны, немножко понимаю, как будет тяжело в это время совмещать и родительство, и учебу, и ваши жизненные дела. Но, тем не менее, этот путь будет очень интересным. И к концу обучения вы не захотите расставаться как с университетом, так и с друг с другом, так и с той командой, которая с вами работает. Я вам желаю успешного пути, интересного, чтобы вы действительно получили то, ради чего вы пришли. Вы все занятые люди, мы понимаем прекрасно, что это серьезный, осознанный шаг обучаться во взрослом возрасте. И я завидую вашим детям, которые получат, наверное, своих родителей в таком новом измерении. Успехов вам, всего самого-самого наилучшего. Я с удовольствием передаю слово сооснователю проекта, замечательной маме, моему большому другу Елене Котовой. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день. Мне очень приятно здесь всех сегодня видеть. Во мне приятно видеть выпускников прошлой программы. Мне кажется, это о многом говорит, когда они приходят поприветствовать новых участников на открытии второго потока. Прежде всего, я бы хотела сказать спасибо нашим родителям за то, что выбрали для заочного обучения своих детей именно нашу школу. Мы этим очень гордимся. Мы очень стараемся беречь ваше внимание и очень благодарны за эту конструктивную, всегда полезную, очень позитивную обратную связь, которую вы нам даете, которая помогает нам развиваться. Спасибо, что вы с нами. Во-вторых, я бы хотела немножко сказать о задумке программы изначально. Как она задумывалась и в итоге, как мы ее проанализировали и, может быть, пересобрали после окончания первого потока. Но прежде всего, мы бы хотели оснастить на родителей вас, как наставников своих детей, знаниями, навыками, умениями. Для этого мы действительно пригласили, я думаю, лучших экспертов, специалистов в Москве и в России. И я думаю, что вам будет, что положить в свою копилочку. Я не знаю, у кого копилочка, какая большая корзина ваших умений, как наставников своих детей. И я верю, что это действительно будет полезно. Еще более такая, я думаю, серьезная задумка, цель, программы, создать сообщество, это система нашей школы, поддерживающая, которая будет развивать и школу, и родительское сообщество, и работать на благо всех наших детей. В хорошем смысле этого слова, работать. И, между прочим, после окончания первого потока, мы точно можем сказать, что этой цели мы добились, потому что, мне кажется, более половины наших слушателей работают в нашей школе, сотрудничают с ней, участвуют в различных программах доп. образования и непосредственно трудоустроенные в школу. И третья такая амбициозная задумка, это выращивание амбассадоров в образовании, которые бы влияли на российское образование в целом. Это глобальная цель на развитие, такой неблизкий результат, который помогает, которым нам добиться Павел Рабинович. Вы будете участвовать в проектном треке, так большой достаточно трек, занимает процентов 30, наверное, от всей программы. И я думаю, у нас еще будет время заметить эти изменения позитивные, которые складываются в образовательной системе. Я в это верю. И немножко хотела остановиться, наверное, на пожеланиях, на том, чтобы вы обратили возможность внимания на то, что вам понадобится на этой программе по отзывам слушателей Первого потока. Ну, во-первых, я думаю, что вы все уже обладаете навыками Life and Learning, потому что вы здесь сидите. Абсолютно точно вам вы прокачаете свои навыки командной работы. Я думаю, что у нас есть сегодня слушатели, вы сможете с ним пообщаться. Выпускники, они с вами поделятся, как это работало на нашем первом выпуске. Абсолютно точно вы будете больше открыты к новому, потому что наши выпускники говорили, что они шли на программу с целью, возможно, как-то повлиять на своего ребенка, помочь ему в развитии. Оказалось так, что развиваются они, изменились они, и это больше про свою личную трансформацию. Я думаю, вас это тоже всех ожидает. Точно прокачаете критическое мышление. И абсолютно точно вам нужно будет достаточно много времени, умения работать и планировать свое время, потому что загрузка на программу достаточно большая. Я думаю, мы все, и команда программ «Родители-учители» все делали для того, чтобы обучение было наиболее эффективным. И у нас самые современные методы информирования, рассылок и так далее. И лично я много чему научилась в нашей команде. И это действительно красиво, современно и эффективно. И напоследок хотелось поделиться, что когда мы выпускали выпускников программы и встречались на последней встрече, Артем Соловейчик сказал такие слова, что, ребята, вы не запирайте себя даже в самой лучшей, хорошей школе, идите дальше. На что Антонина Болотова сказала, вы знаете, берите школу с собой, это будет эффективнее. А мне хочется добавить, давайте попробуем разобраться, что мы будем брать с собой, зачем мы будем идти в школу, какие ресурсы мы будем черпать, и каким образом мы будем использовать живую среду самой жизни для того, чтобы мы могли поставить на крыло наших детей, ваших детей, наших учеников. Спасибо вам большое. Мы пообещали вам много известных людей. Я сейчас хочу передать слово в моем представлении блистательному специалисту, человеку с замечательной репутацией, который работает на рынке среднего образования, в московском, российском, создателю новой школы Юлии Гарни-Жилиной. Спасибо, Роман Игоревич. Добрый день, дорогие родители, добрый день, дорогие коллеги. Очень радостно вас сегодня здесь всех видеть на втором потоке замечательной программы. Я хочу, наверное, как представитель нашего экспертного сообщества, прежде всего вам сказать, что вы, безусловно, счастливчики, что оказались на этой программе. И, конечно же, очень смелые люди. Потому что, будучи родителями, насколько я помню, по первому потоку среди родителей было много многодетных. Вы будете совмещать учебу и родительство. И это, конечно, такой серьезный вызов. Но, глядя на результаты первого потока, могу сказать, что порой вот это вот страшное слово Zoom, которое Марс, которое действительно ровно год назад, я когда сюда ехала, вспоминала, думаю, надо же, ровно год. И потом всех закрыли на карантин и локдаун. И вся программа, которую столько готовили коллеги, столько вложили в нее такого воодушевления, потому что она была первая, она стартовала, ушла вся в онлайн. И это, ну, с моей точки зрения, был на самом деле подвиг, как организаторы и основатели, и все участники этой программы с этим справились. Потому что это была непростая задача. Безусловно, весь мир оказался в особых условиях. Но мне кажется, что даже некоторые Zoom-сессии оказались поддерживающими. То есть вот то самое сообщество, о котором сказала Елена Петровна, что это не просто некая программа, на которую вы сейчас сюда пришли. Вы и так уже являетесь в некотором смысле членами сообщества, потому что вы родители наших пенатов. Но это еще и возможность. Я знаю, что на втором потоке есть несколько людей, которые не являются родителями конкретно данной школы. И это, на самом деле, такой первый шаг в расширении аудитории и расширении родительской аудитории. Мы все знаем, я тоже родитель, и новую школу создавала как раз для того, чтобы детям и родителям, и педагогам было хорошо в одном пространстве, потому что они все должны быть родной тоже, в хорошем смысле этого слова. Хочу сказать, что мы все на самом деле хотим быть хорошими родителями. Ну, это как-то заложено внутри нас природно, но родителями никто не учит быть. И порой даже в таком перманентном поиске вот этого совершенства и ответственном чтении каких-то очень важных книг родители все равно остаются один на один с теми задачами, которые перед ними есть. И мне кажется, что программа, которую задумали, создали и уже реализовали коллеги, и мы как экспертный совет вместе с ними, она дает уникальное сочетание профессионализма, который привносит МГИМО, потому что это отлаженная программа, это собранные, очень структурированные задачи на потоке. Вы будете действительно много работать, но это хорошо, вам понравится. Вы, я недавно писала как раз Илье Коржику, что это прекрасная зарядка для мозгов. И в какой-то момент времени вы почувствуете, что это здорово, что вы включились и что у вас получается. Многие родители потом это используют не только в своем осознанном родительстве, в котором вы несомненно за будущую программу сделаете шаг вперед, но еще и выходит в совершенно какой-то другой мир, находит себя по-новому. Многие выпускники затели какие-то свои проекты образовательные в том числе и успешно меняются в этом мире, меняют этот мир вокруг. Я хочу сказать большое спасибо коллегам, которые придумали все это, потому что, насколько мне известно, на рынке на сегодняшний момент это по сути единственная профессиональная программа, которая дает возможность родителям становиться осознанными родителями, становиться не только учителями, на самом деле, здесь можно поставить запятую, и тьютер, и наставник, и друг, и это все обретает такую профессиональную форму, если хотите. И этот диплом это не просто документ, потому что та программа, которую создали коллеги, действительно является качественным продуктом, который даст вам инструменты для того, чтобы вы по-новому смогли общаться со своими детьми и, возможно, даже с какими-то другими. Могу сказать, что на программе действительно есть огромное количество экспертов, которые дадут вам возможность по-другому увидеть и родительство, и главные процессы, которые происходят в школе. И, по сути, прямой доступ к таким людям Артем Соловейчик, Алексей Голубицкий, это, возможно, вы знаете, директор одной из самых известных российских школ в Калининграде, и многие-многие другие люди, с которыми у вас будет возможность прямого контакта. Вы можете задавать вопросы, общаться в онлайне, в оффлайне. Это даст вам такой тоже шанс расширить свой взгляд на родительский мир, на учительский мир и на детский мир. Поэтому вот сегодня стартуйте. Это фантастическое путешествие, как мне кажется. Я от экспертного совета вам желаю удачи и вы все можете рассчитывать на то, что те эксперты, которые обозначены в нашем экспертном совете, действительно на самом деле могут быть вам в помощь в этом замечательном путешествии. Удачи вам! Спасибо большое, Юль. Я возвращаю веронику веронику слово, потому что, насколько мы понимаем, Артем Симович Соловейчик с вами работает завтра, Сергей Козановский с нами всегда ментально. Поэтому мы переходим в следующей части и Наталья... Спасибо большое. У нас следующая часть это, собственно, погружение уже в такой академический программный и мы хотели познакомить вас немного с нашими модулями образовательной программы и с кураторами этих модулей. И первым делом у нас будет здесь как раз Алексей Викторович Боловицкий, про которого Юля сейчас немного сказала. Он будет с нами в Зуме сегодня из Калининграда. Он не смог приехать в этот раз. Скорее всего, в апреле, может быть, получится. Но не знаю, подключился ли он уже. Подключился? Слышно ли меня? Да, мы вас слышим, Алексей Викторович. А вы нас слышите? Да, прекрасно. Супер. Так. Я могу уже рассказывать? Да, сейчас, секундочку, что-то у нас тут технические заминки. Ага. Да, пожалуйста, мы вас слышим и видим прекрасно. Добрый день. Действительно, этот день очень добрый, когда начинается большое, хорошее дело. Лично для меня это всегда по-настоящему светлый и добрый день и испытываешь такое легкое приятное волнение, как перед выходом на сцену актер любой. хочешь быть в какой-то своей зоне, кто-то меня слышно, коллеги? Мы слышим кого-то еще, мы сейчас заметим. Так, кто-то еще выступает, я готов к дуэтам, вообще дуэт это наше все, трио. iPhone A, это кто-то. О, тогда я продолжу. Я действительно директор школы будущего из поселка Большой Исако в Калининградской области, но как директор и как эксперт в области образования я вам, дорогие участники, пригожусь, наверное только в проектном треке, когда я буду в такой экспертной позиции, ко мне можно прийти будет за добрым советом, как продумать может быть проблему или есть у вас какие-то интересные решения, насколько они могут быть реализованы или интересны, то есть я буду в такой экспертной позиции. а во всем остальном я такой директор, который не теряет связь с жизнью, с реальной педагогической практикой, я не могу без такого прямого педагогического труда, только управленческие такие функции, мне в них тесно, очень важно для того, чтобы, мне кажется, руководить школу и также погружаться в, хотя могут разные быть стратегии, погружаться в какие-то конкретные педагогические практики, и вот такие педагогические практики, которые, если не являются уникальными, то, по крайней мере, в таком эффективном, достаточно результативном исполнении, я постараюсь все, что я знаю, все, что я умею, постараюсь вам рассказать, передать, обсудить с вами, возможно, подкорректировать и научиться у вас, это всегда обоюдный процесс, и такие практики будут у нас в рамках тьютерской сессии, я называю это педагогическая реанимация, и как сделать так, что, если ребенок не хочет, совсем не хочет входить в школу или заниматься дистанционно, как он, если он утратил, совершенно утратил желание и способность, точнее, мы видим, по крайней мере, что он так проявляет себя, вот как его восстановить, как сделать так, чтобы он с желанием и с интересом обучался, а второе, это личный форсайт, если ученик, ваш ребенок скоро встанет перед выбором своего жизненного пути, как сделать так, чтобы ему помочь в этом, тоже такая вот сессия будет короткая, как сделать так, чтобы у него был образ будущего, не навязать его, а вместе помочь ему создать условия, чтобы ребенок смог понять про себя что-то и выстроить траекторию к своему, к лучшей версии самого себя и к лучшему будущему. Это в рамках учительских практик. А будет отдельный блок, связанный с психологией, и там я с удовольствием вам расскажу. Я в свое время сдал ЕГЭ по незнакомому для себя предмету, подготовился за три месяца и есть, оказывается, кто бы меня в школе или в студенческие годы научил бы этому, эффективные способы изучения материала. Как сделать так, чтобы крепко и надолго и быстро запомнить огромное количество формул, как выучить определения, как учить стихи и многое другое. То есть, как сделать так, чтобы процесс обучения был легче и результативней. Но это не просто так, а для того, чтобы высвободить время и энергию для каких-то творческих, по-настоящему, может быть, в большей степени интересных дел, чем изучение отдельных предметов, хотя и без них тоже, без этого фундамента, конечно же, не обойтись. И я перехожу к самому главному своему, наверное, делу, в котором я очень, не даже чтобы надеясь, я абсолютно уверен, что мы с вами друг друга найдем. Я являюсь научным руководителем или просто руководителем проектов и исследований детей. И в прошлом году действительно программа строилась с колес, придумали, мы буквально придумывали на ходу интересные находки, интересные идеи. И в этот момент пандемия помогла, может быть, не было пандемии и не появилось бы этого блока. Изначально он не был запланирован, но теперь мне кажется, он является, я уверен, что вы почувствуете важность и нужность этого. Вы сейчас будете инвестировать свое время, свою энергию, в свое развитие. Неизбежно вы будете присутствовать или здесь, или перед экранами компьютеров, а рядом будут ваши любимые родные дети. И вы говорите, погоди, погоди, сейчас лекцию дослушаю или там практику выполню. И я вдруг почувствовал, что в нашей программе есть все, есть действительно все, что вам было сказано и рассказано сегодня. Это все правда. Я участник многих программ при подготовке и хочу сказать, что самый звездный, невероятный состав личности. Обычно у каждого из них свое направление, своя целая программа, тут они все собраны, все эти фамилии, если вы вдруг кого-то не знаете, просто набейте в Яндексе. И вы удивитесь, кто эти люди, кто придут к вам вести занятия. Это лидеры современной педагогики и психологии. И я по-хорошему завидую вам, потому что если бы в свое время, когда я делал вот такие, получал педагогическое образование, у меня были прекрасные учителя, но такого уровня, конечно, можно только позавидовать самому себе. А в смысле вам, что у вас есть возможность будет с такими людьми встречаться, действительно, люди, у которых я сам с удовольствием учусь. Итак, проект «Неследовательский блок» возник. Как он возник? Вот и возник, что есть дети, которые мы многие блоки стали частью программы реализовывать дистанционно, многие попали в ситуацию дачи или закрытой квартиры, и те технологии, о которых я просто рассказывал, мы шли сделать здесь и сейчас со своими детьми. Мы подобрали интересное дело, проект или исследование каждому из детей и сумели вместе с вами как руководителями ваших работ, ваших детей сделать завершенное проект или исследование. Я, наверное, поподробнее, конечно, когда уже мы начнем с вами, расскажу, буду рассказывать, как мы это будем делать, безусловно. А сейчас, чтобы перейти от слов к делу, а правда у вас будет невероятно, если у вас будет теория, то она вся будет практикоориентированная и очень много будет практики. И я сейчас просто попрошу Веронику поставить ролик одной из самых, на мой взгляд, пока не для меня эмоциональных и ярких событий. Это была конференция, то есть ребята сделали свои исследования и проекты и представили на них конференции. Вы просто посмотрите на лица, на лица детей, на лица взрослых, которые гордятся своими детьми, что у них получилось. И представьте, что следующей осенью ваши дети, вы будете на этом месте испытывать подобные эмоции. Приятного просмотра. 4 ноября 2020 года прошла конференция школьники, изучающие и меняющие этот мир. я и предположить не мог, что мы придем к таким очень ярким и интересным результатам. школьник. Продолжение следует... а у программы родители учитель есть одна важная особенность она по-настоящему живая это конференция показала что дети действительно могут изучать и менять этот мир к лучшему вот вот такая прошла у нас конференция и конечно мне было радостно видеть результат на детей который является таким при совместной поддержке вас уважаемые родители всей команды программы и было реализовано это конечно был один из самых ярких и эмоционально эмоциональных этапов и это связывая связала сумела связать именно вашу такую работу над своим развитием и вашу семью потому что вы особенные и родители и будущем педагоги особенные потому что вы вам не все равно в какую школу ходит ваш ребенок и ходит ли он вообще в школу и вы как-то по-особенному к этому относитесь и уверен что вот новое такое направление в вашей жизни когда вы можете в чем-то интересном увидеть своего ребенка и поддержать его еще дополнительным таким интересным делом я уверен станет важным этапом вашей вашей работе поэтому я конечно от души желаю вам успешного участия запаситесь энергией терпением у вас все обязательно получится и с удовольствием делаю все возможное чтобы оказаться полезным вам вашим детям и вашему профессиональному росту готов ответить на вопросы если возможно их задать если они есть спасибо большое алексей викторович да мы хотели предложить на самом деле такой формат генерации вопросов объединитесь пожалуйста по четыре человека сейчас рядом с сидящими вами участниками вот и мы попросим вас в этих небольших группках придумать какой-то один самый важный для вас вопрос к алексею викторовичу и к модулю в целом вот мы их всех соберем наверное мы не будем просить алексей викторовича прямо на все на них сейчас ответить а то это как бы нас тут да буквально один-два максимум вопроса от группки сколько пару минут до даем на это две минуты и 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 Спасибо. 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 Так, ну что, как у вас дела? Готовы? Да? Так, Наталья Сергеевна, вы будете записывать, да? Хорошо. А так, а можно еще микрофон я возьму, чтобы мы... Ой, спасибо. Да, просто чтобы не было легко бегать. Сейчас я вот к этой команде. Добрый день. Очень приятно вас услышать, Алексей Викторович. И мы хотели бы задать такой вопрос. Какие результаты были для каждой семьи? Я так понимаю, что это все-таки семейные проекты были, да? Дети между собой не объединялись. Вот какие результаты озвучили родители после этой конференции? И еще было ли какое-то продолжение для всего этого сообщества? То есть собирались ли они в дальнейшем? Проводили ли подобные мероприятия? Да, спасибо. Такие два глобальных вопроса, очень, мне кажется, очень важных. Ну, во-первых, не знаю, Вероника, мы можем озвучить, что мы 3 апреля или еще пока точной даты нет? Честно говоря, мы не уверены пока. Да, ну, в общем, да, здравствуйте, здравствуйте, очень рад видеть знакомые лица. Тут, конечно, лучше и надежнее за чашкой кофе спросить участников, которые с первого потока, как все соприкосновения с миром природы, например, с лягушками, да? Или с другими объектами социальных проектов или каких-то конструкторских идей. Вот как это проявляется? Я знаю, что проявляется, что ребята многие продолжают одно из важных результатов. Мало того, что они научились многому, они продолжают развивать свои проекты, продолжают участвовать на конференциях. И я приоткрою небольшую тайну, Вероника, да, мы планируем, да, то есть когда еще, пока не точно не знаем, но мы планируем, что вот такое большое образовательное событие, оно сложится и такой follow-up конференция, когда уже несколько времени спустя там много интересных форматов. Я думаю, что каждый из вас тоже примет посильнее участие в этом. Поэтому продолжение есть, это меня радует. По поводу результатов, знаете, результаты были в том числе, ну, кроме вот узнал много нового о, научился там чему-то, впервые сделал это, это вполне ожидаемо. А вот были, знаете, внутрисемейные результаты, такие пронзительные, которых даже я не могу назвать семью, потому что это очень такая личная история. То есть когда руководитель проекта, мама, говорит, что вот ребенку семь лет и впервые вот у него с папой возникло общее дело, то есть вокруг конструирования чего-то. То есть обычно же, ну, папы не обидятся на меня, я сам, так скажем, отец такой вот старательный, но, конечно, уровень погружения пап в мир детей все-таки редко бывает таким же, как у мам до определенного возраста. И вот в каком возрасте уже возникают такие партнерские взаимодействия, когда не просто папа играет с ребенком, а когда есть интересное дело, которое увлекает того и другого. Вот это очень такая, мне кажется, очень важная для семьи история. И вот эти истории возникали. Представляете, он говорит, папа впервые получил здесь общее дело с вот семи-восьмилетним ребенком. Папа не в проекте. То есть папа был за рамками нашей программы. То есть такая семейная укрепляющая. Или, например, впервые, что еще более острая проблема порой бывает, младшая сестра со старшей сестрой или два брата тоже объединены были общим делом, потому что у них у каждого свои друзья, возраст отличается. Может быть, не сильно, но все равно есть такая внутрисемейная всегда такая микроконкуренция за ресурсы родительские. И представляете, вот брат с сестрой впервые что-то вместе что-то начали делать. Вот это, конечно, прямо аж до мурашек. То есть, конечно, когда вдруг такие истории возникают, это совершенно не обязательно, но такие вещи тоже случаются. Или одна из мам мне сказала, что она теперь точнее понимает возможности своего ребенка и больше верит в его силу. То есть она просто почувствовала, что, оказывается, ребенок раскрылся во время проекта совсем с другой стороны. И, оказывается, ему можно чуть больше доверять, давать чуть больше самостоятельности. Вот такие вот истории я могу много рассказывать внутрисемейных, которые, конечно же, меня очень вдохновляют. Кроме конкретных вот таких образовательных результатов, возникли вот такие эффекты, которые, конечно же, очень вдохновляющие. И я верю, что у нас тоже в каких-то ситуациях возникнут подобные или иные ситуации, которые позволят вам сказать, что это было интересно и успешно. Я ответил на вопросы? Да, пожалуйста. Если еще есть вопросы, пожалуйста, с удовольствием. Да. Коллеги, смотрите, мы хотим, на самом деле, сейчас собрать все вопросы, которые вы нагенерили, вот, записать их, и, может быть, Алексей Викторович еще на парочку ответит, и остальное мы просто возьмем... Да, конечно. Давайте. Два самых интересных вопроса. У кого из них? Да. Пожалуйста. Да, вы называйте, а мы запишем, и потом... У нас три вопроса. Первый из них. Какая самая необычная тема проекта была у первого потока? Какая запомнилась? Да, какая, может быть, запомнилась? Второй вопрос. В чем самая большая сложность в реализации проекта? И третий вопрос. На какую целевую аудиторию должен быть ориентирован проект? Там, только дети, только дети заочного отделения, ну, ПИНАТ, или это только семья, или это взрослые, ну, то есть родители? Все, спасибо. Так, давайте мы дальше пойдем и все вопросы... Да, и не очень хорошо было слышно, я, да, может быть, я постараюсь правильно реконструировать, да, вопрос. Первый вопрос был про то, какая необычная самая тема. Вы знаете, они... Многие меня удивили. Многие удивили. А может, мы вас попросим не отвечать сейчас сразу, простите? Да. Хотим просто снять все вопросы, потом, может быть, на парочку вы ответите, и мы остальное возьмем просто дальше в работу. Все понятно, да. Да, но я бы... Да, может быть, одна... На второе самое трудное, это было, конечно, ну... Да, тоже хороший вопрос. Тут очень односложно трудное. Мне кажется, у каждого была своя трудность, но самое трудное было, наверное, пожалуй, выбрать тему, которая по-настоящему уличет ребенка. Но вы знаете, мы справились в каждом случае. Вместе. То есть выбрать ту тему, которая... Действительно, он с темой этой ложится, он с темой этой встает, как в песне. Вот, поэтому это да. Но и пока аудитория, это любой доступный вам ребенок. Это, может быть, ваш личный ребенок, племянник, соседский ребенок. То есть тот ребенок, которого вы готовы осчастливить своим руководством. Так, хорошо. Еще. Хотел поблагодарить за большое количество теплых слов, которые было сказано. И также было сказано, что в процессе первого модуля горизонт схлопнулся. Однако, тем не менее, для тех, кто поступил на второй поток, все-таки раздвинуть границы горизонта и озвучить, а какие у вас планы есть для тех, кто закончит, ну, с какой-то перспективой на 5-10 лет вперед. Может быть, тезис на 2-3 вопроса. Спасибо. Извините, не очень понял. Я не выдвигал тезисы про схлопывание горизонта. Это, наверное, какой-то другой сделал. Да, вас не было в этот момент. Выступал уважаемый ректор, выступали основатели программы и сказали, что из-за цивилизационного сдвига, который сейчас испытывает, в принципе, вся наша планета, горизонт схлопнулся. Это было озвучено очень четко. Поэтому очень хочется попросить вас рассказать, как за этот горизонт вы предлагаете заглянуть, расхлопнуть его обратно и рассказать, что вот для тех, кто закончит этот курс, для продолжающих, что будет дальше? Вот такой глобальный вопрос. Я абсолютно уверен, что вот это схлопывание горизонта и его развертывание – это утренняя личная установка. И это достаточно такая история. Я абсолютно верю в нашу школу. Я называю, может быть, такую метафору, если позволите, такая школа треугольного паруса. И верю, что у каждого из вас такой парус есть. То есть это парус, который позволяет идти, если вы четко видите цель, в любом направлении, даже практически против ветра, меняя галст. То есть любой ветер, любые проблемы, любые трудности, сложности, все, что не происходит. Я абсолютно уверен, что в рамках этой программы у каждого из вас, в рамках проектного модуля, который вы будете реализовывать внутри своей команды с Павлом Рабиновичем и тем, кто будет ему помогать, и в рамках других курсов у вас точно появится цель. То есть вы про себя поймете что-то очень важное, что вы умеете, что у вас получается, и чему вы научились. И тогда, в этот момент, уже все внешние силы, они просто будут работать на вас. Причем вы будете четко понимать, как это все можно использовать для того, чтобы достичь свои цели. Вот так, если метафорически отвечать на ваш вопрос, потому что он, конечно, требует большой развертости, кратко, то я бы вот так сформулировал. Поэтому, да, может быть, внутренние, внешние силы пытаются схлопнуть этот горизонт, но я абсолютно уверен, что четко понимая, куда вы хотите прийти, и вооружившись тем инструментом, тем парусом, который вы получите в рамках этой программы, вы сможете абсолютно точно достичь той цели, которую сами себе поставите. Это очень важно. Дорогой Алексей Викторович, это Юль Вешникова. Не знаю, вы меня видите в камеру? Вижу и слышу! Здравствуйте! Я хотела уточнить, несмотря на то, что вы дали блестящий ответ участнику программы, я хочу откомментировать. На самом деле, вы действительно не слышали эту часть выступления. Это была фраза у Романа Игоревича про схлопнувшийся горизонт. Я хочу уточнить, если кто-то не понял. Речь шла не о том, что горизонт схлопнулся и нет перспектив. Роман Игоревич говорил о том. Нет, ну, я просто очень удивилась и прямо даже заволновалась за участников нашего проекта. Да, потому что, я имею в виду за студентов, все-таки надо внимательно слушать. Речь шла о том, что наши пенаты были запланированы как на тот момент абсолютно необычная программа, которая начиналась с небольшого количества родителей. Она была создана по причине того, что изменилось законодательство и стало возможным не ходить в школу каждый день, не учить детей дома. То есть взять эту альтернативу не только для тех, кому по здоровью разрешалось ранее. И открыла таким образом двери для действительно каких-то новых возможностей. Но с учетом того, что у нас очень ригидное общество, это нормально, то горизонт планирования вот такого развития, когда действительно многие обратят внимание на подобного рода возможности, был 7-8 лет. А за счет того, что пришел ковид, и изменилась ситуация, и все позакрывали, и огромное количество людей оказалось в ситуации, что, оказывается, можно учиться дома. И это были вообще не альтернативные родители. Это были просто родители, которые сказали, дорогие друзья, а теперь дома. Как хотите. Причем где-то давали возможность учиться и какие-то онлайн занятия, а где-то не давали. И таким образом то, что создал Роман Игоревич вместе с Еленой Петровной, стало не просто востребованным, а просто действительно рынок образования прямо-таки перевернулся на глазах. И они оказались флагманами. Понимаете? Вот о чем шла речь. И, соответственно, горизонт вот этого развития схлопнулся до того, что мы уже вот в этом счастливом будущем находимся. Вот о чем шла речь. Ну, извините, пожалуйста, я просто не могла, Алексей Викторович, не откомментировать. Да, потому что это здорово, что вы стали рассказывать, какие на самом деле есть возможности у наших будущих выпускников. И это все верно. Но на самом деле горизонт развития никто не схлопывал. Просто счастливое будущее настало гораздо раньше, чем мы рассчитывали. Вот и все. Да, совершенно верно. Спасибо. Да, спасибо большое, Юрия Городна. Алексей Викторович, мы на самом деле, наверное, будем двигаться дальше. Да, да, да. Мы как бы попросим так, мы сделаем так с этими вопросами. Все вопросы, которые вы сгенерили, коллеги, давайте мы просто пойдем и запишем на этот флипчарт, мы их сохраним и к ним вернемся просто уже в рамках модуля. Ну, просто чтобы сегодня чуть-чуть как бы интригу сохранить, отодвинуть и еще ее поддержать. Вот. И в предвкушении, значит, старта этого модуля пожить. Алексей Викторович, вы с нами еще останетесь или... Я буду с вами, да. Но я буду, да, обязательно. Но я хочу сказать, в добрый путь я буду выступать больше не буду. Вот. Как в том мультике «Земля прощай», добрый путь. Пусть все у вас обязательно получится. А если не получится, получится так, как вы сами не ожидали. Спасибо вам, спасибо. Дорогие друзья, и теперь я вам расскажу про свой модуль. Ой, Анатолия Сергеевна, нет еще? Извините, пожалуйста. У нас тут еще... Вот. Да, у нас должен был быть здесь рассказ про тютерский модуль. К сожалению, Антонина Болтова, она руководитель тютерской службы в школе, в новой школе. Собственно, вот основателем которой является тоже Юлия Вешникова. Но у Тони случилось что-то в школе, какой-то форс-мажор. И она в последний момент, к сожалению, не смогла к нам сегодня приехать. Вот. Но обязательно, в общем, мы с ней познакомимся и довольно скоро. Про тютерский, про модуль тютерское сопровождение хочу только сказать, что он крайне важный. Тютер – это одна из двух квалификаций, которые вы получаете в дипломе по итогам программы. Вот. В рамках тютерского модуля вы будете изучать, собственно, работу в такую индивидуальную, с ребенком. В общем, тоже немножко близкая история к проектно-исследовательской деятельности в том смысле, что вы работаете не с группой детей, а с одним ребенком. И ищите вместе с ним его интерес, его мотивацию. И в том числе мы будем много говорить вообще про позицию тютера и в чем ее отличие от всех других позиций. Вот. И я хотела попросить Юлию Ангаровну немножко дополнить, потому что у нее тоже есть свой небольшой спецкурс в этом модуле про как раз тютерскую роль родителей. И снова здравствуйте. Я вижу, что вы уже немножко подзасыпаете, а некоторые уже, я так смотрю, куда-то делись. Поэтому я долго, да, вас точно совершенно не буду грузить информацией, потому что это сегодня, ну, у нас такое приветствие. Мы немножко знакомимся, рассказываем, показываем, какие люди с вами будут работать, на каком уровне и так далее. Просто чтобы вы поняли, что вы, в принципе, в сказке оказались и уже дальше с этим настроем шли вот в эти все сложные занятия. Ну, так решили сделать. Вот. Но, тем не менее, коротко просто для того, чтобы раскрыть тему тютерства, потому что удивительным образом в конце программы уже, по-моему, все получили дипломы. И был какой-то такой у нас в зуме вечер, и кто-то из наших выпускников задал вопрос, все это, конечно, здорово, у меня же есть диплом, но все-таки что такое тютер? Это удивительно было слышать, и я поняла, что действительно нужен небольшой спецкурс для фокусировки внимания. Может быть, после этого, знаете, как это по методике, любой урок начинается с того, что сначала людям говорят, о чем пойдет речь, и чему мы собираемся тут научиться. После чего идет само занятие, и дальше некие выводы. Вот, видимо, необходим такой вводный короткий курс для того, чтобы наши студенты поняли, а тютерство – это про что? На самом деле тютерство – это правда не простая тема, поскольку существует, ну это, как вы знаете, наверное, вообще новая позиция в образовательной сфере, ей совсем немного лет, и буквально, ну там, я не знаю, несколько лет назад она стала официальной. То есть в сетке расписания и в государственной школе введена такая позиция тютер, потому что в частных школах это еще как-то более-менее встречалось, а в государственной школе это была, ну отсутствовала просто такая единица. Теперь она есть. И есть уважаемая Татьяна Михайловна Ковалева, которая, опять же, некоторое количество времени назад стала основоположником тютерского движения. Она, собственно, пробивала тему получения такой единицы в штатном расписании, в государственном образовании, и, соответственно, ввела самые разные курсы, в частности, в педагогическом университете. Сначала в российском, потом она сейчас, по-моему, в московский перешла на кафедру. Я хочу внести небольшое уточнение. То тютерство, о котором пойдет речь у нас на программе, действительно сделано в партнерстве с новой школой, а в новую школу, собственно, привела эту единицу как понимание, о чем это я. И важный момент для понимания, что такое тютер, на самом деле, это не просто человек, который приглядывает за ребенком или является его наставником. Идея была в следующем, что в школе не хватает, то есть классный руководитель как таковой не является на сегодняшний момент, даже если класс не очень большой, тем человеком, который может действительно уделять персональное внимание ребенку, профессиональное персональное внимание, и видеть его вот эту вот траекторию движения, там, где он может подсказать, и увидеть появление интереса у ребенка и способностей. Потому что наличие одних способностей недостаточно для того, чтобы говорить о том, что надо идти туда и копать в этом направлении. Потому что вообще иногда встречаются очень одаренные дети в разных областях, и то, что у него получается прекрасно играть на фортепиано, вовсе не означает, что он хочет быть музыкантом. И вот тютер, вообще сама идея лично у меня на моменте создания новой школы, подготовки этой новой школы возникла из коучинга. Потому что столкнувшись в своей жизни, я вообще пришла из бизнеса и потом пришла в сферу образования. И столкнувшись с самыми разными задачами внутри образования, я поняла, что, ну и в бизнесе тоже, я много работала с коучами, именно бизнес-коучами. То есть это люди, которые помогают тебе разговаривать об себя и двигаться в том или ином направлении. Они не навязывают свою точку зрения, они являются профессионалами именно, которые считывают текущую ситуацию и помогают в каком-то смысле двигаться дальше. Так вот, по сути, институт коучинга в образовании, ну вот на сегодняшний момент представлен довольно ярко, но во всяком случае есть такая попытка и заявка в новой школе. Много лет назад я познакомилась с Дмитрием Зеливанским, который стартовал там программу коучинга, он сейчас занимается уже дополнительным образованием и заочным образованием. И как раз Антонина Болотова, это по сути его воспитанник и преемник, который теперь руководит службой тьютерства в новой школе. И она вам в течение модуля расскажет о тех приемах, которыми пользуются тьютеры, что вообще должно быть в базе у тьютера. То есть в базе у тьютера помимо профессионального образования должны еще быть определенные человеческие качества. Ну то есть как не любой человек может быть педагогом, так в общем не любой человек может быть тьютером. А хорошая новость для родителей заключается в том, что вы в потенциале для своих детей все тьютеры. Ну потому что вы своих детей любите, и соответственно у вас уже есть вот эта вот внутренняя интенция увидеть у ребенка какие-то возможности и дать ему раскрыться. И в этом смысле, когда вы действуете как уже профессионалы, потому что мы предполагаем, что по окончании программы у вас действительно возникнут профессиональные навыки в этой сфере. И эти профессиональные навыки в сочетании с вашим внутренним отношением к ребенку и родительству поможет действительно по-другому отнестись к собственным детям. Я уже не говорю о том, что у вас действительно будет шанс приложить новые навыки на профессиональном поле. Я не шучу, это очень востребованная тема, которая в частности может прекрасно реализовываться и на партнерских площадках собственно программы, да, и в Пинатах, и есть еще другие учебные заведения, которые входят так или иначе партнерские в эту историю. А также это просто востребованная профессия, которой опять же практически нигде не учат, то есть та же новая набирала курсами и внутренние, внутри мы сами учили, и Ковалева приглашали, и многих разных других специалистов, которые по чуть-чуть давали вот эти знания. Поэтому, условно говоря, на сегодняшний момент департамент тьютерства в новой школе аккумулировал огромное количество знаний, которыми, к счастью, коллеги готовы делиться. И я вам очень рекомендую максимально взять от этого курса, потому что он просто очень полезный. И если вы суть тьютерства вот для себя поймете, да, что это именно задача не войти в позицию «мама, я замерз, нет, ты хочешь кушать», а именно коучинговая позиция, да, когда ты стоишь сзади ребенка в хорошем смысле этого слова, учишься его чувствовать и учишься помогать ему расти в том направлении, в котором у него действительно есть запрос и интерес. И это направление, если там действительно есть вот этот запрос и интерес, всячески подогревать, отыскивать другие возможности, потому что ребенок не всегда знает, куда лучше пойти и что сделать в этой сфере. И вы для этого и будете работать как профессиональный тьютер. Но это в идеале, да. И, например, тьютеры, которые в новой школе пишут репорты, они пишут персональные репорты про ребенка, где они, это тоже была такая одна из, ну, один из инструментов, одна из фишек новой школы, когда родители, а в старшей школе дети, получали эту самую качественную обратную связь. Когда не просто, ой, ты хороший мальчик, или там, ну, что-то не очень, а где развернуто дается информация о том, что можно улучшить, где есть пробелы, анализ того, почему есть эти пробелы, потому что у каждого ребенка в средней и старшей школе, в новой есть персональный именно тьютер, с которым есть контакт. Если этот контакт не срабатывает, есть возможность поменять тьютера. Это большая ценность. То есть у тебя есть значимый взрослый, который за тебя, но за тебя именно, ну, в такой, в хорошем смысле слова, родительской позиции. Не гиперопечной, а позиции, которые исходят из того, что ты хочешь лучшего, на самом деле лучшего для своего подопечного или для своего ребенка. Вот, собственно, я могу сейчас ответить, если будут какие-то вопросы, но не в рамках прям огромного курса, а просто коротко. Вот, но это тот сжатый материал, который я вам хотела сейчас дать, чтобы вы поняли, что стоит обратить внимание на тьютерскую тему, потому что это прям инструмент для родителей. Вот проектирование – это тоже замечательная и нужная штука, которая тоже обязательно пригодится. Но вот этот модуль, он, правда, очень ценный. У меня первый вопрос. Вот после прохождения тьютерского блока я видела, что у нас будет пробный тьютериал. Это будет пробный тьютериал на собственном ребенке, либо мы будем это делать в школах? Ну, то есть подразумевает практика тьютерства, например, в школе? Вероника, ответите. Да, у нас будет практика на детях в школе. То есть вы же будете проектировать свою программу доп. образования, и в рамках нее будете проводить занятия с детьми, когда будете реализовывать ее осенью. И как раз вот из этих там занятий вы сможете, ну, может быть, с кем-то из родителей договориться и попробовать, в общем, кейс. На чужих, на чужих дети. Да, на чужих. В прошлом году мы, на самом деле, очень классно, у нас возникла просто сама собой инициатива среди участников, что участники просто поменялись с детьми. Вот, но как бы это тоже не всегда. Всегда? Навсегда? Что-то им зашло, и они сказали, ну, отлично. Да, то, что временно, да, на тьютерство. Но, да, это тоже не всегда, на самом деле, получилось правильно. Вот, так как, ну, вот участники сами в своей группе, они сами дружат, как бы, и когда там ты тьютеришь ребенка, другого человека, в общем, и там возникают какие-то такие, в общем, разговоры, это тоже оказалось не всегда удобно. Вот, поэтому, как бы, вероятно, мы, в общем, используем детей в школе. Чужих. Чужих, да, совсем чужих. Вот. Да, и второй вопрос. Вот как сочетать в себе родителей тьютера? А сложность в том, что задачи у них разные, то есть тьютер развивает, ну, там, субъектность знания себя, какое я, и, например, мне, как родителю, сложно слышать от своего сына, мам, я лучше знаю, что мне учить, и тут... То есть, а вы пока все-таки думаете, что вы лучше знаете я, да, например? Я думаю, что, да, ну, по крайней мере, мне хочется ему подсказать, что... Работайте над собой. Да, да, да. Вот. И получается, вот как вот эти две роли сочетать? Чтобы не давить... Вот, понимаете, есть такое понятие, как родительская власть, да? Иногда я могу сказать... Какой ужас. Нет, это не ужас. Как вы попали на программу. Не говорите. Ну, то есть, например, я даю поле, где ребенок выбирает. Но есть, например, там, две-три вещи, которые, говорю, как хочешь, но вот это надо. А вот тут ты выбираешь, да? Татьяна, а можно пример, вот как хочешь, но тут надо? Это что, например? Ну, например, научиться читать или писать. Вот начальная школа у меня сейчас ученик говорит. Ну, извини, ну, как хочешь, вот это ты не выбираешь, да? Ага. Да, что читать, условно говоря, какую сказку, но мы не выбираем, да? И я тут проявляю родительскую власть. А он мне отвечает, мама, ты же меня учила, я знаю, как мне лучше. И вот тут, получается, тьютерская позиция и родительская, ну, как бы вступают в конфликт. Ну, смотрите, это, безусловно, интересный вопрос, шутки шутками, вот, но конфликт при чтении, ну, точнее, при принуждении к чтению, обучении, это не самый сложный конфликт, безусловно. Да, ну, не, это прям вообще не сложная ситуация, потому что, в общем, ну, не хочет, ну, что, ну, через какое-то время он все равно научится читать. Понимаете, заставить читать, это так, вот, заставить умеющего читать, это такая интересная задачка. А заставить просто научиться читать, ну, это все равно, что как, ну, подвести к водопою можете, а заставить пить – нет. В этом смысле, ну, человек все равно научится читать, просто пример немножко некорректный. Вот, а вообще, конечно, ну, я же сказала, быть родителем трудно, и никто не учит. И выбирая между субъектностью ребенка и желанием превратить его в объект, нужно прежде всего, я серьезно, работать над собой. Потому что, ну, вы как-то или, как это, крестик снимите, или трусы наденьте, ну, так нельзя. То есть, если вы про объектность, то тогда про объектность по-честному. И тогда, да, вы должны понимать, что это такая же личность, как и вы. И темы, как вы сказали, родительской власти, ее просто нет. Ну, как бы вы должны из этого исходить. Родительская власть, она появляется там, где речь идет об опасных вещах, которые не обсуждаются. Ну, пальцы в розетку, например, или там прыгать с крыши. Но когда речь идет о любых вопросах, которые можно обсуждать, и которые имеют непосредственно отношение к ребенку как к субъекту, если вы правда хотите, вы понимаете, как невозможно воспитать личность субъектную, если вы к этой личности относитесь как к объекту. Ну, просто это невозможно. Поэтому здесь приходится, вот эти все тонкости как раз и придется родителю учитывать и учиться этому. Это, ну как, это бесконечная работа над собой. Я могу сказать, что даже когда дети уже вырастают, и они взрослые, иногда даже вот хочется что-то такое высказать им, субъект, объектное. Вот, но это же касается некоторым мужьям объектное, высказывают, некоторым женам. Это же не вопрос взаимоотношения взрослый и ребенок. Это вопрос взаимоотношения людей. И если вы к себе относитесь как к субъекту, а вот здесь очень внимательно, потому что прям нужно к себе обернуться и последить за собой, например, недельку. и обнаружить, а я-то сам кто. А вот, например, во взаимоотношениях со своим руководителем или с своей мамой. Ну, а что, серьезно? Просто последить. Если вы поймете, что вы, ну, как бы далеки от темы субъекта сами по себе, то начинайте только с себя. Потому что, ну, если вы не отвечаете за собственную жизнь, то вы естественным образом начинаете эту формулу переносить на ребенка. А потом бесполезно от них ждать действий субъекта, если вы их выращиваете как объект. А здесь уж извините, все, что не касается безопасности, да, придется учитывать его мнение. Сколько бы ему не было лет, даже если ему три. Ну, а почему нет? Даже если ему вот он говорить уже умеет, все, да. Ну, вот мама, я замерз, это же шутка и не шутка, потому что на самом деле, если выращивать ребенка как субъекта с малолетства, то он вполне себе осваивает терморегуляцию. И бывает так, что вам холодно, а ему нет. Ну, потому что мы все разные, это нормально. Есть люди, которые мерзнут, есть люди, которые не мерзнут, ну и так далее. И вся эта тема с едой и всем остальным, но уж про обучение, развитие и все остальное я даже не говорю. Поэтому, ну, правда, начинать с себя. И вы не думайте, что вам здесь прям волшебную палочку выдадут. Вот это прям без иллюзий. Конечно, нет. Нет такой темы, что вы сейчас отучились год и такие все. Смог. Нет. Вам дадут некоторое количество инструментов. Вы сможете задавать вопросы, вы можете в какой-то момент времени понять, что вы сами хотите пойти куда-то к коучу. Я не говорю к психологу. Нет, нет. Но именно к коучу, чтобы разобраться с собой. Очень многие люди начинают после этого курса думать, так, секунду, а может быть, мне действительно заняться собой? Они там уже пусть как-то сами растут. У нас были мамы, которые поняли, что на самом деле, о, я вот чего хочу-то. Что, я от них сейчас отстану? Они у меня пусть развиваются прекрасно совершенно. А я вообще-то всю жизнь мечтала рисовать. Поэтому, как только ты вдруг про них начинаешь, про детей думать, что они все-таки субъекты, перенос на себя-то тоже происходит. А я что? Я кто, объект или субъект? А если я субъект, может, я правда чего-то другого хочу? Это вот, ну, это такой, правда, очень специфический момент. Поэтому и не ожидайте, что вам здесь дадут волшебную палочку. Какие-то вещи откроются, безусловно, но все равно дальше придется рыть материал самостоятельно. Давайте, я предлагаю просто закончить, да, потому что коллеги, мне кажется, уже сейчас меня съедят. Нет, нет, мы не едим. Нет, спасибо. На самом деле, это было очень вдумчиво, очень полезно. Ну, спасибо большое. Так, друзья, мы вспомнили… Спасибо вам огромное. Вы нас сегодня искупали. Мы, смотрите, вспомнили, что мы же завели телеграм-чат уже теперь. Поэтому давайте просто все ваши вопросы, которые остались про тьютерство и про проектную деятельность, вы просто грузите в телеграм. Мы все возьмем и дальше, значит, будем с этим работать. Он называется RU2. Прям так. Вот ссылка вон там на флипчарте. Да, можно добавиться. То, что вы нагенерили в командах, вы скидываете. И мы сейчас еще минут за 20 закончим знакомство с кураторами модулей. Кажется, что нас уже все на самом деле устали. Но потом мы сделаем большой перерыв до того, как мы погрузимся в проектный модуль, про который сегодня тоже уже шла речь. И я приглашаю Анну Федосееву, куратора модуля по нейропедагогике и психологии развития. А можно? Вот, да, прекрасно. Здравствуйте, меня зовут Федосеева Анна. И я вместе с Екатериной Щербаковой курирую модуль нейропедагогика и психология развития. Ну, значит, пару слов про себя, а потом про что модуль и, ну, как бы, что для меня в этом модуле важно чуть-чуть. Ну, я подумала, что так случилось в моей жизни, что я все время существовала, знаете, на границе между педагогикой и психологией. То есть я занималась исследованиями в области развивающего обучения, сравнивала разные системы обучения и состояние детей в этой педагогической психологии. Я преподавала учителям, психологам психологию. И одновременно, ну, так, параллельно профессии преподавателя как-то не было мало, я работала школьным психологом и сейчас занимаюсь психотерапевтической практикой. И мне кажется, что есть довольно много общего между психологическими компетенциями, скажем так, навыками и педагогическими. В психологии один известный психоаналитик говорил такую фразу, мне понравилось, что психотерапия начинается, когда клиент говорит не с тобой и не о себе, а заканчивается, когда человек говорит с тобой и о себе. И мне кажется, что в педагогике тоже это, ну, очень важная история. Мне кажется, что вот традиционная система обучения, когда учитель говорит не с учеником и не о себе, а современное образование, которое предполагает субъектность, взаимодействие, предполагает диалог. То есть, когда учитель говорит с учеником и, ну, как бы о том, что учитель обеспокоит. Мне кажется, что, ну, такая одна из основных задач учителя, у него много задач, конечно, но это именно вовлечь человека в то, что самому педагогу интересно. Вот потому что мне кажется, что когда взаимодействуешь с людьми, которые сами так увлечены чем-то, то и, ну, это очень здорово. И вот я вижу тут выпускников прошлого потока. Для меня особым удовольствием работы на этой программе было как раз то, что здесь были очень вовлеченные люди, и было очень здорово с ними обсуждать, наблюдать за детьми, обсуждать развивающие взаимодействия. И наш модуль посвящен, ну, в общем, я рассматриваю процесс обучения. Поскольку психология очень большая, и там можно разговаривать бесконечно, то я, мы решили с Екатериной сделать два фокуса. Первый фокус – это отечественная психология. То есть мы будем говорить о развитии ребенка и человека с точки зрения культурно-исторического деятельного подхода. Вот такое заужение. И второе – мы будем фокусироваться на навыках. Ну, то есть мне кажется, что сейчас очень много и книг, и лекций в интернете, где можно послушать и где можно разобраться с психологическими знаниями. Мне кажется, что имеет смысл собираться вместе, посвящать время, если не просто говорить, а пробовать это знание, ну, как бы потрогать руками. И мы будем предлагать вам заниматься наблюдениями за детьми. Ну, то есть интересно не просто поговорить, как это происходит, а посмотреть, как это происходит. И в ходе нашего курса мы будем смотреть видео и пытаться на этом видео увидеть этот процесс развития. И второй навык, фокус, я не знаю, это развивающее взаимодействие. То есть учитель, когда взаимодействует с другим человеком, ну, как любой человек, он должен видеть, с кем он взаимодействует, да, он с тобой должен говорить. И второе, он должен, ну, в общем, быть в этом взаимодействии, делать, то есть говорить, задавать вопросы, уточнять, что происходит у другого человека, предлагать какие-то способы взаимодействия, ну, то есть устраивать развивающее взаимодействие. И вот об этом мы тоже будем говорить, но уже на такой практической части, когда вы будете анализировать свои занятия. Вот. И в отечественной психологии есть такое популярное во всем мире понятие, как зона ближайшего развития. Вот как раз в контексте зоны ближайшего развития мы будем строить, строить как, ну, такую почти теоретическую часть нашего курса, так и потом вместе с вами делать анализ ваших занятий. Ну, вот. Я, видите, не удержалась, пошла уже в какой-то содержательный момент. Ну, вот, пожалуй, я на этом остановлюсь сейчас. Все, рада познакомиться с вами очень. Аня, спасибо большое. Смотрите, коллеги, если вы сейчас быстро побросаете в чат свои вопросы, то как бы Анна могла бы, может быть, на один из них ответить. Вот, мы сделаем такую интригу. Что-нибудь одно. Аня, не уходите, пожалуйста. Сейчас, может быть, мы что-то просто на один вопрос какой-нибудь ответим. Я постараюсь коротко. Я так обрадовалась, что я вижу живых людей. Пока нет ни одного вопроса в чате, коллеги. Что же такое? Тут уже полно людей. Тут 28 человек, и никто ничего не пишет. Да, кто-то подключился и не пишет, а кто-то не может подключиться. Хотя, хватило бы. Ну, точно она. Вот это вот с S. Там просто нужно S добавить. HTTPS? Нет? А просто? Ну, да, ну, половина людей зашли, и я тоже проверяла. Ну, ладно, что же делать? Хорошо. Ну, давайте один вопрос тогда устно уже. Что же делать? Кто-нибудь? Есть вопросы? Я вам так много и сложно говорила, что ли? Можно мы уже кого-нибудь другому предложим задать вопрос? Простите. Да, ну, просто чтобы дать возможность. А, прикольно. Все, спасибо. Так, ну, давайте. Скажите, пожалуйста, будем ли мы в программе исследовать нейрофизиологические особенности обучения детей разных возрастов? Да. Будет нейропедагогика, и вести ее будет. Ну, в общем, и будет специалист, который будет про нейропедагог говорить. То есть там, я так понимаю, что должны быть и вопросы, связанные с психофизиологией, ну, и с возрастной психофизиологией. И также, ну, вот то, что называется кинезиологией, то есть приемы, учения, запоминания и так далее. То есть точно все это будет, да. Ну, разные, да, мнемотехники, и вот в том числе с участием Алексея Викторовича тоже у нас эта часть. Да. Хорошо. Спасибо большое, что вы приехали. Да. Так, Наталья Сергеевна, ура. Ура. Да, я не пойду к вам, а то там все у вас стоят, я буду тут стоять. Хорошо. Да, вот некоторые кивают головой. Дорогие друзья, все, о чем вам рассказывали до этого, нужно, собственно говоря, только для моего модуля. Как вы думаете, как называется мой модуль? Молодцы, детишки. Да, на самом деле, модуль – дополнительное образование. Как вы думаете, почему он один из самых главных? Ой, у нас есть отличники. Потому что в дипломе у вас будет одна из квалификаций написано «педагог дополнительного образования». А почему все-таки педагог дополнительного образования важнее, чем тьютер? Дополняет? Да. 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 Вкусно-минтеголог. Листик. Да. 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 Но, как вы понимаете, я не совсем серьезна на эту тему, и вообще нельзя сказать, что главнее в дополнительном образовании, или важнее, или тьютор. Но почему я такой акцент сделала? Потому что тьютором станет не каждый из вас. Но для того, чтобы стать настоящим тьютором, я не знаю, говорили коллеги или нет, возможно, я прослушала, нужно пройти достаточно большую подготовку, и наша программа дает вам возможность сделать только первый шаг. А вот педагогом дополнительного образования вы после 10 месяцев точно сможете быть. И уже в воскресенье мы вас попросим хотя бы в первом приближении выбрать ту тему, на которую вы будете готовить либо свой курс, либо дополнительно общеразвивающую программу в рамках дополнительного образования. Мало того, мы вас к этому уже готовили во время собеседований. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого уже есть наметки, какой у него, возможно, будет его курс дополнительного образования. И не опускайте, прям высоко поднимите. Ага, не опускайте руки. А я сейчас вам же задам вопрос, кто держит руки. А кто готов прям кардинально поменять эту тему? Вот сейчас у него есть что-то в голове? А я вам в воскресенье скажу, меняйте, другое выбирайте. Ага, спасибо. Очень многие готовы к изменениям. И это замечательно. И что будет в модуле, и почему мы, педагог дополнительного образования, и почему мы его начинаем с самого начала? Во-первых, он красной нитью пройдет через все 10 месяцев. Опять же, почему? Потому что все предыдущие программы, все предыдущие эксперты, которые здесь выступали, и их модули будут вашу программу или дополнительного образования дополнять своими знаниями. Ну, например, ваша программа будет ориентирована на какой-то возраст детей. И вам нужно будет понимать особенности этого возраста, чтобы, исходя из этого, выстраивать каждое из занятий. Привет, модуль «Психология». Вы будете понимать, что к вам на занятия могут прийти очень разные дети. И поэтому тьютерские компетенции вам однозначно потребуются для того, чтобы создать ситуацию успеха для каждого из них. по поводу Алексея Викторовича Голубицкого и его модуля «Педагогические технологии». Это ответ на вопрос, а как я те знания, которые мне хотелось бы донести, кто там сейчас хотел знаний донести, куда делся, вон она уже ушла туда доносить знания. Так вот, это про то, чтобы понять, какие методы, какие на самом деле технологии вы можете использовать на своих занятиях. А еще будет практическая дидактика после меня, и она тоже, можно сказать, обслуживает модуль дополнительное образование, потому что она будет отвечать вам на вопрос, а какие я на самом деле цели ставлю перед своим курсом, а как я могу проверить результаты, которые мне хотелось бы увидеть, а какую форму оценивания я в свою программу дополнительного образования или курс могу заложить. То есть вот на все эти вопросы мы будем искать ответы. Но самое главное, что в середине июля вы уже выйдете на защиту своей дополнительной общеразвивающей программы или курсом, и так и так это называем. Что значит защита? Это значит, у вас на бумаге уже будет все прописано, и по большому счету вы будете готовы делать первый шаг к тому, чтобы выходить к детям или, возможно, ко взрослым, если у вас будет программа рассчитана на взрослых. И начиная с сентября 2021 года, соответственно, вы уже выйдете на конкретную детскую аудиторию, может быть онлайн, может быть оффлайн, и, возможно, это будет в том числе взрослая аудитория. Это вот, я хочу сказать, вот тут задавали вопросы, а какое дальше продолжение есть у выпускников программы? Ну вот, допустим, с точки зрения модуля дополнительного образования, одна из выпускниц первого потока сейчас выходит на уровень Яндекс.Класса, или там есть такое приложение Яндекс.Кружки, со своей программой курса. То есть, в общем-то, люди, ну, начинают продвигаться в очень разных направлениях, в том числе. Мы будем много говорить в воскресенье про дополнительное образование, поэтому я заканчиваю свое выступление. Да, забыла сказать самое главное. Меня зовут Наталья Кириченкова, и я вообще из Воронежа. Почему мне важно и интересно дополнительное образование? Я им занимаюсь, ну, очень много, лет 30 в разных форматах. Последние лет 10-15 мы в детской организации «Искра» открыли свое дополнительное образование, и наши кружки называются «Клуб развития навыков личной эффективности детей и подростков». Вот мы пытаемся вот в этом направлении двигаться, это достаточно интересно, потому что это правда дать возможность ребенку делать очень значимые дела и через практику развивать, ну, те софт-скиллы, про которые мы очень много говорим. Ну, это вот, все остальное позже узнаете. Да, вот один вопрос. Да, да. А, я думала, Воронежа мне задает вопрос. А, нет, это я просто увидела. Да, здравствуйте, меня зовут Ирина, вот я хочу такой вопрос задать, только я не знаю, по адресу ли я задаю или нет. А вопрос следующий. Вот мы получаем диплом о переподготовке. Не работает микрофон? Я слышу. А, вы слышите, мы получаем диплом о переподготовке. С этим дипломом вы говорите, что мы можем пойти, куда мы только захотим, да, и где, вот вопрос у меня следующий. Если мы рассмотрим государственные, государственные школы. Да. Примут ли они вот диплом о профессиональной переподготовке? Да, конечно. Вы уверены? Абсолютно. Вы можете прийти и работать педагогом дополнительного образования в любой школе, в любой образовательной организации. И в любом доме творчества, как они еще называются? Ну, дом творчества. Дом творчества. Государственные. Государственные, конечно. Ну, МГИМО – это вообще государственный институт. Это достаточно статусный диплом у вас. Хорошо, спасибо. Да. Вопрос с тьютором, почему я начала говорить, что важнее сказал педагогу дополнительного образования. Вот как педагогу дополнительного образования вы можете пойти куда угодно. А как тьютор, для того, чтобы начать профессионально работать тьютором, у вас должен быть двухгодичный стаж педагогический. Почему мы вас в том числе устраиваем сейчас на работу? Потому что у вас уже пойдет определенный стаж. Ну, хотя бы вы будете говорить, что я уже год отработал в школе, поэтому вот в качестве тьютора могут не принять. Это организация принимает решение и может вам отказать на основании того, что у вас, ну, недостаточно часов тьюторской подготовки. Я поняла, спасибо. Спасибо, Наталья Сергеевна. И вопросы, да, можно забрасывать в чат, продолжать. Да, можете похлопать. Не ради того, чтобы похлопать, а ради того, чтобы размяться. И у нас последний замечательный модуль, да, под названием «Практическая дидактика». Роман Соловьев с маленьким видео, я вам скажу по секрету, прям маленьким. И не живьем, а просто видео записано. Так же, дорогие друзья, близится кофе-брейк. Ну, мы его в воскресенье увидим живьем. Да, давайте я представлю Романа Борисовича. Я думаю, что многие, на самом деле, его знают из вас, потому что он прекрасно ведет окружающий мир для детей начальной школы и для дошкольников. И у него довольно много записанных интернет-уроков. Я сейчас не могу сказать, на каких точно ресурсах. Но он будет у нас в воскресенье в гостях основательно и подробнее расскажет об этом. А для сегодняшнего дня он нам записал милое приветствие. Вот, можно, пожалуйста, включить нам видео. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Соловьев Роман Борисович. Я школьный учитель. И взялся по мере сил, но, так сказать, с большим удовольствием, курировать в нашем проекте раздел «Практическая дидактика». Почему для меня это важно? Ну, в одной очень известной книге есть дорогие для меня слова. «Жатого много, а делателей мало». Сейчас в школах, вообще в образовательных учреждениях детей довольно много, а хороших, толковых, добрых, умных, профессиональных учителей довольно мало. И даром я начал свое обращение со слов коллеги. Да, действительно, для того, чтобы быть делателем на этой жатве, необходимо все-таки некоторое профессиональное обращение, профессиональный подход к этому вопросу. Все вы профессионалы, я в этом уверен. Я знаю, что все вы обладаете большими, глубокими, профессиональными знаниями, каждый в своей области. И поэтому вы прекрасно знаете, что профессией невозможно обладеть за месяц, за полгода, даже за год. Поэтому, так сказать, отношусь к вашему выбору с огромным уважением. И понимаю, вместе с вами понимаю, что, так сказать, большого, серьезного профессионализма в педагогике, в этом нашем учительском деле, наверное, за это короткое время достичь не удастся. Не потому, что я в вас не верю, а потому, что времени просто мало. Мне хотелось бы, тем не менее, попробовать показать вам, ну, даже не всю эту профессию, не подготовить вас профессионально, хотя к этому, конечно, так сказать, тому, для этого стоит стремиться. Мне бы хотелось показать, в принципе, как думает профессионал-учитель, как думает профессиональный педагог. И если вы поймете, как-то впитаете вот этот дух педагогического профессионализма, поймете, что это такое, что за этим стоит, я думаю, что уже это будет достаточным поводом, чтобы вы получили соответствующий диплом. Ну, а я всегда и до, так сказать, получения вами диплома и после всегда буду готова вам всячески помогать. Спасибо. Будем встречаться, будем работать. Так, и вот наш экскурс в модуле завершен. Я единственное хочу обратить ваше внимание тоже, что мы вот сейчас всем раздали такую схему, как бы структуру, архитектуру программы. На ней есть все модули, про которые мы сегодня рассказали, с которыми мы познакомились, и остался один, вот эта верхняя строчка, это педагогический проект. Вот, в него мы начнем погружаться после перерыва, и уже так основательно. То есть это будет не просто знакомство с кураторами, а уже будет первая учебная сессия, в которой мы уже определимся с командами, с темами, и, в общем, прямо начнем работать очень-очень активно. Вот, перед этим нам нужен точно перерыв, который мы предлагаем сделать. Но до него мы предлагаем сделать общую фотографию, потому что у нас потом просто не будет, наверное, возможности к этому вернуться. Вот, и для этого, пожалуйста, все приглашаем на сцену.